Музыка Карабкая с поклажей в горы, мы падали на снег, просто падали на снег, и на снегу лежали, отдыхали. Чем выше было, чем выше мы поднимались в горы, тем снег был упругий и более такой холодный, сильно такой хороший снег был, мягкий. Потом уже начали появляться сумерки. День стал идти на убыль, и мы увидели золотые горы перед нами, солнце стало золотить, когда оно стало садиться на запад, на закат, и горы стали такого золотистого, золотистого, красивого, красивого цвета. А мы еще не знали, сколько нам идти, как это все, и уже стемнело, а мы все шли, и уже было темно, и мы уже видели вдали огоньки, где-то там, казалось, совсем недалеко, совсем близко. Но новый изгиб дороги, и опять просто дорога, и ничего, и опять изгиб дороги, и опять ничего. И так мы шли целый день, и уже было просто, наверное, два часа мы уже шли в кромешной темноте, полностью было темно. И вот, наконец, мы увидели огоньки близко возле нас. Еще оставалось, наверное, не знаю, 200 метров, 300 метров, а мне казалось, я уже не дойду, у меня уже просто не было сил идти. И вот мы пришли, зашли туда, к нам люди подошли, мы им сказали, что мы пришли пешком, сразу вокруг нас все засуетились, нам помогли подняться в наш номер, поселили нас, и сказали, что повар уже ушел, ужина нет, но они нам что-то принесут перекусить. Они нам принесли, по-моему, хлеба и яиц, и мы сидели, ели хлеб, яйца и пили чай. Мы легли спать, я помню, что все тело ломило, все руки и ноги выкручивало, ну, уснули, уснули, утром проснулись, мы, конечно, завтрак проспали, мы проснулись где-то после обеда. И мы пришли в столовую на обед, там столовая была, где нас кормили, мы пришли в столовую на обед, и мы поняли, что мы звезды, что мы знаменитости. Мы оказались самыми знаменитыми людьми в этом месте, на этом курорте. В первый день кататься мы, конечно же, не смогли, нет, не было у нас сил, все болело на нас, но зато не воняло кошкой. Это было самое главное, мы жили в красивом номере, кошкой не воняло. Оказалось, что в нашем номере люкс есть туалет, есть душ, есть ванна, но только воды нет. Я не шучу. Серьезно, все было, только не было воды, поэтому пользоваться туалетом, ванной, душем было нельзя. Мы же спросили, а куда, что мы теперь, как же мы теперь будем жить в этом люксе. Они нам говорят, что хоть люкс, хоть не люкс, люди все ходят в туалет на улице, а душ у них под открытым небом. Как под открытым небом? Ну так, не говорят, на улице тоже душ, под открытым небом идите и принимайте душ. А я говорю, так все же видно, как прямо, я пошла, посмотрела эту душевую, там все открыто. Они говорят, ну ночью, приходите, когда стемнеет, никто вас не увидит, там темно. И мы пришли, к вечеру мы пришли, это мы вот без душа целый день. И потом к ночи, как стемнело, но стемнело уже после пяти часов, потому что там же рано темнеет зимой. Мы пошли в душ. И пошли мы в душ. Это был открытый душ на снегу, прямо-прямо-прямо под открытым небом. Абсолютно холодно. Ночью, наверное, минус пять, может минус три, минус пять. Днем, наверное, ноль градусов, минус два. Ночью, может, и больше. Эля никак не хотела в этот душ. Ну ни в какую. Но мы ей сказали, что если она не пойдет в душ, то завтра она кататься на лыжах не будет. Мы ее не берем с собой. Грязных людей туда нельзя. В горы, на кугельный склон. Будет она сидеть в номере, никуда она не пойдет. И она согласилась и пошла в душ. Но с тех пор мы так любим душ на улице. Это наша стихия. Душ на улице, под открытым небом. Это самое лучшее. Вот тогда мы были поражены этой забавой. И эта забава теперь идет с нами через всю жизнь. Душ на улице. В Суаргоме был только бугельный подъемник. Никакого другого не было. Хорошо, что у нас были крючки. Потому что в Харькове у нас на склоне тоже бугель. Только бугель не было кресельного. И поэтому мы пользовались с удовольствием. Бугельным подъемником. В Суаргоме уникальная горка. Это необыкновенное место, потому что климат там особенный. Там такие высокие горы, которые граничат с Грузией. И на этих горах есть южные склоны и есть северные склоны. Вот на северных склонах лежит снег. И он так плотненько лежит. Там никакого искусственного снега не было. Там не надували снег совсем. И на северных склонах можно кататься. Горка в Суаргоме маленькая, совсем малюсенькая. И только бугельный подъемник. А южные склоны, они чистые. Они абсолютно золотого цвета. Когда солнце светит на них, кажется, что эти склоны почему-то золотистые. Мы видели там стадо баранов бегали. Кататься очень приятно, тепло. Днем от этих теплых гор идет какой-то свет. И так приятно кататься. Вот, например, у нас в Харькове, если мы катаемся, это только минус. Это минус 10, это минус 15. Потому что при большей температуре все как-то нет снега, не получается. А там ты катаешься и лицо, конечно, у тебя просто бронзовое от загара становится. Подъемник бугельный, только бугельный там был в Суаргоме. Но он был зверь. Например, в Харькове у нас мягкий бугельный подъемник. Тихонько. Ты зацепляешь этот крючок и едешь, подымаешься потихоньку, не спеша. А в Суаргоме ты вот этот крючок на трос ставишь, и он тебя просто вырывает из твоих лыж. Ты как бешеный рвешься вверх на гору. И такой сильный рывок, я так за Элю боялась. Думала, у нее руки оторвет этот бугельный подъемник. Но она приспособилась. Она юркая такая, у нее сноровка. Она расцеплялась хорошенько. И я за себя боялась. Вот однажды я прицепилась на этот бугельный, на бугель. Свой крючок повесила на бугель и еду. И когда ты едешь на горку, это просто удовольствие. Так руки вытягиваешь. Красота вокруг. И смотрю на снегу кровь. Кап, 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 кап. Смотрю кровь на снегу передо мной. Капли крови. Думаешь, что такое? И когда этот подъемник идет на вершину горы, там опасно. На самой вершине опасно. И ты можешь отцепиться от этого бугеля где угодно. Вот в каком ты месте захотел, немножко лыжи так повернул, вправо или влево. И ослабил натяжение этого крючка. И он падает. Крючок падает. И ты сразу же уходишь. Тебе надо быстро уйти из-под этого троса. Потому что следующий же человек за тобой едет. Он может в тебя врезаться. То есть там постоянно нужно думать, 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 что ты делаешь. Вот это кровь. Кровь. Капельки крови. Что такое? И потом я отцепилась и посредине горки стою и смотрю, что происходит. И смотрю, люди, какое-то оживление такое наверху. И мужчина едет вниз. И за ним люди едут вниз. И я уже смотрю под горкой. Смотрю, уже и скорая помощь едет. Как-то быстро откуда-то она приехала. Кто-то позвонил. Значит, у этого человека оторвался палец. Он прицепил бугель на этот крючок. Крючок на трос. И каким-то образом веревочка зацепилась. И у него палец оторвался. А он не знал даже об этом. Он продолжал ехать, потому что холодно же. Все такое холодное. И он говорит, что он даже не почувствовал. Ну, я не знаю, это правда или неправда. Но то, что он говорит. Он почувствовал какой-то рывок. Но он, как таковой говорит, даже не понял, что-то палец оторвался. И палец у него был в его перчатке. Но потом ему пришили на ее. Потом обновали, спрашивали, пришили палец. А вот как раз на Олега день варенья, когда у Олега был день рождения, Повар психанул. Что это значит? Просто перекурил травки. Они там тоже у них травка, они курят. Эти местные жители. Повар был у нас отличный. Психанул. И на Олега день варенья не было совсем никакого у нас ужина. Потому что нам давали сухой паек. Но мы нарядились. И мы написали Олегу открытку. Еще там девочка была, которая не говорила по-русски. Она была дочка какой-то там женщины, которая ухаживала за работницей, сотрудниками этого санатория. И эта девочка подружилась с Элей. Я не знаю, они ни на каком языке не говорили. Но как-то смеялись, как-то общались. Эта девочка приходила к нам и смотрела Элли на игрушки. У нее там пару кукол с собой, может, было. Я не знаю. И потом у нас еще игра была электронная. Маленькая такая игра была электронная, смешная. И эта девочка тоже пробовала там что-то играть в эту электронную игру. Но она по-русски совсем не говорила. Вот Олега открытка. Мы ему сделали открытку. Потому что, ну, ничего там больше не было. И вот эта игра была. Электроника такая игра у нас была. Это мы гуляем по горам. Мы не только катались там на лыжах. Мы еще ходили, получали солнечные ванны. Гуляем по горам. На фотографии я с Олей сижу. И на мне вот такие серьги. Такие вот серьги, которые я описываю в своей книге. Это серьги у меня. Это брошечка. Все это Прибалтика. Они у меня дожили, конечно. Вместе со мной живут. Мне они очень нравятся. Я их очень люблю. Я их красила разными цветами. И в зеленый, и в голубой, и в красный. И в какой только цвет я их не красила. Лаком для ногтей. Потому что украшений много не было. А каждому новому наряду хотелось быть нарядной. Хотелось иметь чего-то другое. Поэтому я их аккуратненько красила лаком. А потом снимала этот лак. И так вот они у меня до сих пор существуют. Эти сережки. И брошечка. Вот они, эти сережки. Серьги и брошь. Гинка Белоба. Я их назвала. На странице 103. Я описываю эти сережки. Здесь они у меня немножко потемневшие. И, по-моему, я даже их каким-то лаком покрывала. Таким. Цвета Тиффани. Эти сережки. Это СССР. Ювелир. Это СССР. Ювелирная мастерская. Минбыта. Эстонской Советской Социалистической Республики. Город Пярну. 1979 год. Серебро. Чеканка. Винтовая швенза. Клеймо 916. Серп и молот на фоне пятиконечной звезды. Слева латинская буква Э. Именник. Точка. 9. П. Размер броши 43 на 31 мм. Размер с серьги 37 на 35 мм. Я их до сих пор люблю. Я их до сих пор люблю. Эти серьги. Эту брошю. Нравится. Очень красиво сделано. Молодцы. Я вот видите, это тоже прибалтика. Это я крашу тоже лаком. Если розовое платье, розовым лаком. Зеленым. Зеленое. Делаю Тиффани, как хочу. Серги и брошь листья гинка белого. Я не знала и не видела никогда такое дерево. Читала, что люди с давних пор пьют отвар из листьев древнего гинка. Это улучшает память и помогает сосредоточиться в умственной работе. Сейчас я таблетки продают в аптеке. Здесь в Австралии гинка. Само же дерево я никогда не видела. Только на картинках. Было удивительно, что когда мы снимали дом Варленда. Мы жили 4 года в Соединенных Штатах. И в нашем творе, прямо на Бакерде, у нас росло это дерево. Возле нашего дома. И мне оно просто поражало своей красотой. Оно осенью так меняло. Цвета с зеленого в красный. С красного в желтый. Потом в темно-коричневое оно переходило. У нас есть в ботаническом саду здесь. И тебе это дерево. Но интересно, что мы ходим целиком гулять к морю. Мы живем в Бакрок. Мы идем гулять к морю по дорожке. И оно там растет. Но оно здесь в Австралии не такое красивое. Видимо, от чего-то оно не хватает. Потому что осенью оно уже тоже шкодит. Оно не меняет цвета. Конечно же, когда я куда-то еду, я беру с собой украшения. Дешевенькие какие-нибудь серебряные. Что-нибудь такое, чтобы... Потому что я никогда не знаю, где оно у меня лежит. И это были сережки прибалтийские. Гинка. Вот мы пошли в ботанический сад. В один день. Осенью. Это Мельбургский ботанический сад. И есть у нас там такое дерево. Оно одно в ботаническом саду. Гинка-белоба называется. Это дерево. Оно с очень интересной историей. Дерево это еще то растение, которым питались динозавры. Когда еще, наверное, были только-только первобытные люди. Мне кажется, все-таки это мое мнение, что эти украшения, они навеяны чем-то этими листочками гинка-белоба. Мне так кажется. Ну, может, кому-то покажется что-то другое. И я так думаю, что это гинка-белоба. И мне так нравится это дерево. Олег покупает таблетки специальные, чтобы улучшать память. Когда он делает какие-то презентации. Или когда у него очень важная и ответственная работа. Он говорит, что ему очень помогает. А это у нас в Америке. Мы там жили. И у нас это дерево, оно такое летом. Гинка. Было такое дерево. И я это дерево очень любила. И смотрела на него с нашего балкона. Оно у нас внизу было под балконом. Листочки. Листочки гинка-белоба. Я возле дома нашла. Вчера ходила. Нашла это дерево. И нашла листочки, которые лежали внизу. У нас сейчас в Австралии осень. И четвертый локдаун. У нас нашли вчера 11 человек заразных. Поэтому у нас в Австралии локдаун. Снова такой барон вирусный. Сидим по домам. Уже неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok